давайте представим с утра до позднего вечера слышны детские голоса и радостные возгласы юные спортсмены играют футбол а взрослые выходят на пробежку зимой лыжи в любое время года дети сдают нормы gto у кого-то это получается сразу другим приходится повторять предварительно хорошо потренировавшись благо есть где здравствуйте эта программа в центре внимания и сегодня мы обсудим школьные спортивные площадки и стадионы стадион у нас пустым не бывает в 7 часов утра идешь уже на стадионе люди вечером на с работы уходишь еще на стадионе люди и бывает что ребята прибегают темно на улице просят включите свет мы еще хотим заниматься мы очень любим вообще всем классом ходить на лыжах некоторые ходят просто по кругу а некоторые катаются на лыжах весной и осенью мы занимаемся здесь легкой атлетикой прыгаем бегаем мячики кидаем сейчас то а вы любите стадион вообще да да тут нравится тут прикольно сейчас на стадионе что будешь делать я сейчас буду кататься на лыжах зимой на уроке физкультуры мы с ребятами ездим на лыжах летом мы играем футбол в баскетбол и у нас проходят тренировки по тайскому боксу прямо здесь на стадионе летом я бегаю отжимаюсь поседаю зимой я играю в игры рыбалка третий лишний а лыжи на лыжах я не катаюсь у нас в школе есть все оборудованное для принятия нормы гто готов труду и обороне этот стадион очень удобен потому что у нас есть покрытие для сдачи короткого бега нормы готова и длинного бега на дистанции нормы готова также есть все оборудование чтобы нам принять полностью девять видов норм готова масштабный спортивный объект пятой школы в ангарском округе появился в 2014 году иметь свой стадион образовательному учреждению с одной стороны роскошь с другой дань времени здоровый образ жизни сейчас это модно и востребовано школьники пятерки имеют возможность заниматься спортом круглый год расскажи что тебе нравится на стадионе футбол играть можно надолго на перегонки с друзьями а зимой на лыжах другом по очереди катаемся зимой люблю кататься на лыжах конечно у меня не совсем получается но катаюсь как сказать пока на втором месте а летом а летом я тут бегаю занимаюсь растяжкой там разными акробатическими упражнениями ну а я так я люблю этот стадион очень появление стадиона в родной школе признаются учителя ждали давно сегодня спортплощадка востребована не только на уроках физической культуры сюда тренироваться приходят представители силовых ведомств и не только когда стадион был построен все сразу уроки начали проводить на стадионе уроки физкультуры праздники внеурочную деятельность сдача нормы гто на нашем стадионе также летний лагерь мы используем в летнем лагере площадку под различные игры помимо этого к нам приходят и проводят декады сотрудники полиции сотрудники воинских частей и также организации которых занимаются люди с ограниченными возможностями зимой лыжи пешие прогулки различные игры а осенью и весной волейбол баскетбол мини-футбол легкая атлетика а также любимая многими школьниками лапта прошлым летом коллектив школ выиграл грант на установку спортивного городка площадку дополнили турники для подтягивания к массовому спорту приобщает не только учеников но и их родителей организуя осенью общешкольные дни здоровья ну для школы это очень огромный плюс потому что у нас большой комплекс он является три в одном у нас есть большое стандартное поле футбольное также есть у нас здесь проводят тренировки у нас а тайский бокс выходит сюда настольный теннис радио спорт секция работает так как стадион большой места хватает у нас всем полюбили стадионы жители соседних микрорайонов по словам учителей сюда приходят тренироваться любители скандинавской ходьбы словом спортивная жизнь на этой площадке кипит с раннего утра и до вечера однако в этой большой бочке меда есть своя ложка дегтя шикарный стадион на начало открытия был но работы не завершены по благоустройству стадиона а также не закончена работа по установлению беговой дорожки которая очень нужна по площадке для прыжков в длину она должна быть создана по всем требованиям по санпинам пока этого нет ну вот такие вот у нас проблемы а пока на масштабной площадке одновременно могут заниматься до пяти классов планах проведения и городских мероприятий ближайшие пройдет в конце февраля это муниципальные соревнования по лыжным гонкам среди учеников начальных классов как в известной песне бросай вредные привычки и свои лень и вставай на лыжи здоровьем будешь не обижен но если ребенок по каким-то причинам не может заниматься этим видом спорта то учителя и этот вопрос решат для ребятишек организованы подвижные игры на свежем воздухе словом все для того чтобы стадион не пустовал мария константинова роман буйнов специально для программы в центре внимания здравствуйте вы смотрите программу в центре внимания сегодня у нас в гостях заместитель мэра ангарского городского округа марина степана насасина здравствуйте ну сегодня мы с вами поговорим я думаю о таком важном вопросе для любого школьника родителей это спортивная составляющая это спортивные объекты стадионы площадки у нас что-то меняется в этом году что-то новое при придет к нам ну во первых спасибо за вопрос за то внимание которое сегодня уделяете и вы и хочу сказать что для нас это приоритетная задача и очень важный сегодня момент что все-таки у нас и принято еще областная программа в этом году и я думаю что ангар здесь наверное послужил все равно таким пилотом для создания этой программы почему у нас у них других не было то есть вот пока программа была принималась инициатива исходила от нас активно то есть у нас и администрация мы в область выходили с предложением и общественная палата и вот загсобрания наверно явилась таким основным моментом которые посмотрела опыт который в ангарске применяется эта площадка стадион который был создан в пятой школе хотел как раз оба оба опыте этим спросить что за опыт это такое что а опыт очень интересен он в четырнадцатом году эта площадка была создана стадион с многофункциональными площадками и которые стали доступны всему населению близлежащих район микрорайонов потому что во время школьного школьных часов до уроков дети занимаются там после школы это могло бы пустовать но ангарс нет он преодолел вот это сопротивление некое чтобы все люди могли пользоваться этим стадионом этой площадкой мы выездные гт о люди сдают там это ребятишки у нас там футбол играют то есть можно семьями можно с младшими ребятишками то есть сегодня это уже стало такой центр наверное притяжение спортивный центр для близлежащих жителей близлежащих район в ангарске вообще ангарс отличается тем что очень хорошо развивается общественное пространство эти спортивные площадки они как своего рода тоже общественное пространство стали да дополнительные конечно потому что во дворах вот я всегда говорю не всегда приемлемо для всех жителей одинаково кто-то говорит что мешают ребятишки то криком своим то мяч не туда летит то еще что-то а когда это близ вроде и вблизи никуда не надо ехать никуда далеко ходить и можете всей семьей тут играть бегать ну то есть во всяком случае хоть скандинавскую ходьбу хоть бег хоть просто зарядку делать и вот очень многие коронавирус когда начался все закрытые площадки и фитнес-клубы мы знаем что закрывались и достаточно отток был людей а тренера проводили на воздухе очень удобно комфортно и все и поэтому конечно этим путем мы идем сколько сейчас таких площадок но я хочу сказать что у нас вот 10 школ охвачена многофункциональными площадками 38 школа она в рамках капитального ремонта там создали очень такой блок спортивно физкультурный там и стадион есть там и многофункциональные площадки есть там и корт то есть жители седьмом да вот в седьмой школе и в двадцать девятой школе создали в прошлом году на средства народные инициативы это областная программа софинансированием территории вот было 10 миллионов выделено из области и два миллиона были наши средства и вот две тоже две площадки как все помнят седьмая школа это всегда ну достаточно нужда и нуждающийся потому что очень густонаселенный микрорайон а там не было ни какого ни стадиона ничего и сейчас конечно это тоже точка притяжения и для населения и ребятишек там достаточно активно используется поэтому идти таким путем необходимо у нас мы знаем что и восьмая гимназия очень востребована очень ребятишек много и учатся в близлежащие районы мы тоже планируем вот маленький секретик тогда раскройте ближайшая школа какая у нас будет оборудована в этом году у нас будет три школы значит тоже по народным инициативам уже 18 почти миллионов рублей то есть 15 из них будет областных почти три будет местного бюджета да это будет школа 14 мы знаем старой части города по сути наше начало нашего города да это первая школа вот 14 школе в 17 школе и в девятой школе мы будем доделывать потому что девятую школу мы начали уже из местного бюджета в связи с тем что средства ни в какой программе ни федеральной не областной не были заложены в двадцатом году то есть по решению мэра думы мы все-таки выделяли средства и создали некую программу для развития стадионов и вот как раз в девятнадцатом краю не которая школа помню да да и вот в девятой школе там тоже она достаточно спортивная у нас там много и залы борцовские залы и хоккеисты у нас учатся в девятой школе и достаточно тоже востребовано для населения близлежащих микрорайона поэтому здесь девятая школа делалась со средств бюджета но так как мы частично могли только позволить себе многофункциональную площадку доделать да в этом году мы уже доделаем полностью комплекс я смотрю 216 миллионов рублей общая сумма необходимая на все школы в нашем городе да то есть вот у нас двадцать семь школ которые сегодня нуждаются в спортивных площадках спортивных стадионах мы посчитали но это цены я наверно даже могу сказать что это цены приблизительные все же растет меняется растут цены и они могут меняться да если мы сегодня допустим 18 миллионов укладываемся там тремя школами но это тоже даже наверное не тот комплекс большой будет сделан как в 38 школе или как в пятой то есть все равно сегодня стоимость она где-то ну наверно 18 19 миллионов если делать полностью на школу на одну например поэтому мы делаем и многофункциональные площадки и беговые дорожки то есть детям будет где заниматься где будет позволять значит мини стадион будет ну то есть во всяком случае уже идет вот такая такое реанимирование когда начнутся работы спортивных центров и вы уже есть подрядчики или подрядчики еще пока будут нет я думаю что она сейчас будет разыгрываться конкурс то есть в течение одного периода нашего к осени у нас должны быть площадки все готовы поэтому конечно мы за этим четко отслеживаем то есть все чтобы не пропустить поэтому конкурс сейчас играться играется подрядчик будет и до сентября месяца мы должны эти все площадки конечно сделать их три будет вы сказали про финансирование из областного бюджета она фиксирована она не может увеличиваться или все-таки какие то есть варианты чтобы мы могли побольше школ охватить нет вот выделяется количество средств да мы заявляемся в министерство образования и министерство строительства мы вот сколько имеем псд то есть все наши проекты они должны пройти экспертизу стоимости да и мы заявляемся и там конечно заявляется вся область а денег допустим 50 миллионов кто вошел в этот год значит получили деньги кто не вошел пытаемся на следующий год ну вот но начало уже есть это большое дело потому что до этого года программ и вот этих работ никуда не ни в одной из программ не входили а общественная инициатива она останется эта программа народная инициатива да но спасибо это тоже область оставляет эту программу то есть по двум программам будем сейчас действовать да да будем пытаться две программы да потому что вот сейчас капитальные ремонты федеральная программа вот она тоже в этом году только появилась там вот конкретно стадионов пока нету так вот поэтому может быть по востребованности обращение с территории может быть тоже что-то будет меняться поэтому мы следим все время за этим нам нужно максимально получать федеральные и областные деньги в программах чтобы развивались наши социальные объекты наши ребятишки были всегда заняты полезным ну да и родители скажут спасибо за это если есть такая возможность и причем не только родители а те кто живет рядышком которые могут прийти люди поиграть в волейбол побегать да это это сегодня все возможно поэтому мы это уже выстроили систему я думаю что только все ангарчане выиграют от этого мы обязательно будем выезжать на эти объекты снимать показывать и спасибо вам что пришли всем доброго спасибо всем удачи и здоровья самое главное все до свидания спасибо эту школу можно по праву считать памятником истории ангарска сюда ходили за знаниями дети первых поселенцев она была построена еще в 1949 году за пару лет до присвоения ангарск у статуса города сейчас в этом небольшом здании разместились начальные классы 14 школы учреждение имеет богатую историю всего в двух корпусах обучается более 800 детей по словам педагогов несмотря на то что учреждение около 70 лет условия для детей здесь хорошие правда лишь отчасти ну текущие условия у нас я считаю что хорошие зал теплый все материальное обеспечение обеспечение все у нас есть да ну на улице желательно бы нам хорошую площадку чтобы была возможность заниматься легкой атлетикой в полной мере то есть беговые дорожки прыжковую яму принимать нормативы спортивную площадку 14 школы где сейчас проходят занятия физической культурой не так давно признали неподходящей для обучения детей причем соответствующее предписание от роспотребнадзора есть не только у этого учреждения отметим что из 37 ангарских школ в ремонте спортивного стадиона нуждаются 27 чтобы полностью закрыть этот вопрос муниципалитету потребуется около 215 миллионов рублей как ранее заявлял мэр сергей петров администрацию округа намеренно ремонтировать по несколько школьных стадионов ежегодно для этой цели в 2020 году была запущена муниципальная программа летом 2022 очередь дойдет и до 14 школы здесь у нас футбольное поле и спортивная площадка будет приведена в соответствии с нормами санпина также расширяем свои возможности для занятий детей спортом здесь у нас будут тренажеры спортивная площадка и также футбольная и волейбольная площадка ну и что немаловажно будут хорошие беговые дорожки по словам директора светланы труфановой в школе уже имеется проект реконструкции спортивной площадки новый объект позволит значительно улучшить качество физического воспитания детей а также организовать школе прием норматива гто но главное то что новый стадион будет открыт для жителей города выйти сюда на пробежку или поиграть футбол здесь могут все желающие там где стадион уже приведен в порядок физкультурников разных возрастов можно встретить практически каждый день особенно в теплое время года мы с виктором алексеевичем стали ходить но я давно хожу одна сюда но он сказал очень рад что ты меня приучила к спорту и уже не может без этого жить бежит уже ходит здесь по дорожке удобная очень помимо ремонта стадиона и футбольного поля в 14 школе в этом году работы будут проводиться еще в двух образовательных учреждениях это школы номер 9 и 17 на эти цели заложено 17 миллионов рублей большая часть средств поступит из регионального бюджета в рамках проекта народные инициативы александр бычков олег левченко специально для программы в центре внимания стадионы и спортивные площадки в школах безусловно нужны и востребованы это понимает и окружная администрация и сами горожане а когда есть понимание то и дела не стоят на месте это была программа в центре внимания смотрите нас на сайте актистиви точка ру до свидания а и Продолжение следует...